Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о своей четвёртой семье, в которой я подрабатывала няней. Это была русская семья, и я у них работала только по воскресеньям, с 8 утра до 8 вечера. Так как в остальные будние дни у них работало две горничных и одна домовладелица. То есть дом был огромный, на 18 комнат, насколько я насчитала. А по воскресеньям никто там не работал, а я была, так скажем, не то что няней, а девочкой на побегушках. Пришли с улицы дети, убрать всё за ними быстренько. Встали утром, они позавтракали куда-то, ушли. Я там у них прибралась, заправила постели, что-то помыла, что-то почистила. Но впоследствии мой рабочий день начинался с глажки. Гладить я люблю, и девочки, которые в будние дни обслуживали этот дом, накапливали для меня специально глажку, и в течение 6 часов, прямо первые 6 часов я просто гладила под эти яльники, простынки, наволочки. В основном это были постельные комплекты. И мне нравилось это делать. Как бы в уединении я смотрела фильм и одновременно гладила. Потом уже семья просыпалась, и день начинал своё действие. Я подготавливала детей куда-то идти. Потом к ним приходила учительница по русскому языку, я ей приносила чай. Ну вот такие вот мелкие всякие дела, просто быть на подхвате. Так я бы описала свою работу. Три раза в день мне надо было погулять с собакой. То есть рано утром я приходила, в 8 утра. Кстати, мне под ковриком оставляли ключ, чтобы я заходила, никого не будила. Это очень было прикольно для такого огромного, богатого дома, оставлять ключ под ковриком. Но в принципе в Англии там у всех двери открыты нараспашку, заходи, бери, что хочешь, можно так это назвать. То есть там всё абсолютно строится на доверии, и на том, что соседи наблюдают. Neighborhood watching – это такая у них, так скажем, группировка соседей. Всегда, ну так как все живут рядом, дома отдельно стоящие, и соседи знают друг друга, то там в принципе никто и не пробежит. Такой чужак не зайдёт в дом незамеченным. Поэтому если что-то происходит, соседи всегда в курсе. Но об этом я буду рассказывать позже. В эту семью я пришла как раз на пробные 2-3 часа, за которые мне тоже заплатили поработать. Там помыла полы, что-то там на кухне, разобрала посуду. И как раз в этот день случился пожар в моей предыдущей семье. И мне позвонила хаускипер из того дома, спросила, нет ли у меня там в моей комнате кого-то, потому что я как раз в этот день была утром рано, она забирала одеяло с подушкой. Но об этом я уже рассказывала. И вот в этот день, когда вот мне такое, такую новость сообщили, я мыла полы и вставила тряпку, у меня ведро упало. И как раз заходит хозяйка, я такая думаю, всё, я не получу эту работу. Но она говорит, ничего страшного, подотри всё на сухо и всё в порядке, не переживай. Я говорю, вы понимаете, у меня такая проблема случилась. Ну я не стала уже сильно там вдаваться в подробности, сказала, мне просто сообщили такую страшную новость, и я расстроилась. Она говорит, не переживай, всё в порядке. Очень добрые люди, очень мне с ними хорошо было и удобно. Никогда я не видела богатых, реально богатых русских, таких вот душевно добрых. Хозяйка была очень хорошая женщина, всегда всё культурно, достойно, с уважением. Настенька, пожалуйста, прибери вот тут, вот в этой комнате. Настя, пожалуйста, не могли бы вы, даже не прибери, даже на вы она обращалась, не могли бы вы убрать вот в этой комнате, заправить постель и убрать все игрушки в шкаф. Вот так вот, с достоинством. С собакой я очень любила ходить. У них была баллонка, ну или, я не знаю, по роду, ну, похоже на баллонку. У меня такая собака первая в моей жизни была баллонка. Это был мальчик, с ним всегда душа в душу жили, ходили вместе гулять прямо рано утром. Я прихожу и первым делом иду с собакой гулять в парк. Они жили рядом с голландским парком. И мы там сидели, тихо наслаждались цветочками, рассветом, потому что людей было очень мало, и мы прямо кайфовали. Я любила ранее утро, воскресенье сидеть в голландском парке. Минут 20-30 я с ним гуляла, потом возвращаясь домой, я начинала глажку, а потом уже все остальные дела. Потом днем я с ним гуляла и вечером. Иногда мне приходилось коммуникатировать с детьми, накрывать им, что-то кормить как-то. Но в основном я убирала только со стола. После их завтрака, обеда и ужина, мыла посуду и расставляла все по местам, что мне очень понравилось в этом доме. Очень все продумано, каждая кастрюлька стоит в отдельном месте, и ты знаешь точно, ты уже запомнил, и только туда все и складываешь. Эту кастрюльку сюда, ко всем кастрюлям. Здесь лежат все сковородки, здесь только чайное, здесь только там, я не знаю, вино. В холодильнике все по полочкам, все четко. Прямо обожаю вот так вот, когда все четко по полочкам и точно знаешь, где что лежит. В середине дня приходила учительница по русскому языку и занималась с двумя детьми. У них было трое детей. Два маленьких, по-моему, 6 и 11 лет. А третья была большая, ей уже было 16, поэтому с ней я вообще никак не пересекалась. И вот эта учительница занималась русским языком, а у меня наступал такой период, ну, ничего не делания, так скажем. У меня была отдельная комнатка внизу, и мы там с собачкой просто проводили время. Я занималась уроками, делала какие-то свои репортажи, что-то загружала на стоки. В общем, занималась, чем хотела. То есть такой небольшой перерывчик. Однажды я накормила собаку, ну, потому что собака всегда все выпрашивает. А я приносила свою еду оладьями. И вот потом я получила такой строгий выговор. На следующей неделе мне сказали, что собака, ну, у собаки было несварение желудка, и что-то там болела немножко собака. Ну, видимо, жидкий стул был. Они кормили ее только определенным количеством корма, в определенные часы. И, в общем, там очень сложно все было. И, видимо, ну, жидкий стул произошел, и хозяйка посчитала, что собака заболела. На самом деле, как бы, я не считаю, что что-то страшное случилось, но мне сказали так, что, Настя, пожалуйста, не кормите собаку вообще ничем. Давайте ей только корм. Ну, когда мне просили покормить собаку, который лежит вот там-то, там-то. Все. Вот такой вот был у нее самый строгий для меня выговор. То есть, в принципе, ну, не знаю. Я реально таких доброжелательных русских, богатых русских никогда в жизни не видела. Мое представление жизни няни в России у богатых русских – это «иди, сделай то, помой вот это, вот это, вот это, ты почему?» И такое вот все, знаете. Нет, абсолютно все было очень прилично, очень на таких полутонах. Мне прямо очень нравилось ходить в эту семью и там работать. Ну, и тем более получала я за 12 часов работы 100 фунтов. Это около 10 тысяч рублей. Чего бы не поработать. Для меня это был хороший заработок. К сожалению, продлился он, по-моему, около 4 месяцев, после чего семья уехала на постоянное место жительства в Америку. И моя подработка вот такая вот прекратилась. Но, в принципе, я подработала и смогла оплатить следующий год моего обучения, полностью оплатив его в начале сентября. Вот. Такая вот была история. С детьми мы общались, иногда делали уроки вместе, писали сочинения по русскому языку. Ну, что-то я проверяла, оставляла на путь истины, так скажем. То есть, надо написать про зиму. Я говорю, ну, что происходит зимой? Снег идёт, так, рупеши, снег идёт. Какой снег? Прилагательный какой-нибудь придуман. Ну, так вот. Занимались. То есть, делали домашнее задание для как раз-таки, когда придёт учительница, чтобы она проверила, правильно ли и без ошибок ли, и как у них работают мозги в плане сочинения. В общем, играли в футбол, ходили в парк. Собирала я их в различные секции. В воскресенье они занимались то спортом, то какие-то, ну, я не знаю, там какие-то кружки, в общем, были. То есть, я их собирала, все сумки были готовы, и они уходили. Увозил их или папа, или мама. В общем, один раз я только ребёнка отвезла в кружок. Мама оплатила такси, и это был единственный раз, когда я ездила на такси «Чёрный кэп». Никогда я не пользовалась этим и не знала, как это всё. В общем, за, по-моему, 1,3 километра с нас взяли 20-30 фунтов. Это очень дорогой вид транспорта. Но семья могла себе это позволить. А я просто как сопровождающая. Меня отвезли на секцию и привезли на такси обратно домой. Потом, когда дети приходят, опять же-таки всё раскидывают, снимают обувь, снимают свою одежду. Я это всё отношу или в стирку, или и расставляю по местам. В общем, всё было чётко, всё было продумано в этой семье, и мне очень нравилось у них работать. Поэтому вот так вот. Не все богатые русские такие уж вот прямо звери. Нет. Очень хорошая и приличная была семья, в которой я проработала небольшое количество времени, но мне очень понравилось с ними общаться. Вот такая вот ещё одна история из моей жизни в Лондоне. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...